Всем привет, с вами Серёга Отвёртка. На улице стоит очень жарко лето, и именно поэтому мы сегодня изготовим вот такую-то охлаждающую подставку для напитков. Что ж, поехали! Ну и для этого нам потребуется вот такой вот короб для провода, ещё также нам потребуется любой кулер от компа, любая металлическая сетка, я буду использовать такой вот органайзер, держатель для 9-ти вольтовой батарейки, соответственно сама батарейка, светодиодная лента, можно брать абсолютно любую, и я буду использовать синего цвета. Пластиковая крышка от 3-х литровой банки и пустой круглый корпус от ручки. Самым первым делом из короба для провода нам будет необходимо вырезать вот такие вот детальки. Все они у нас идут по 4 штуки, то есть нам необходимо отрезать вот такую небольшую полоску длиной 5,5 см, верхнюю часть длиной в 3 см и вот такую вот боковую заглушку длиной в 2 см, ну а по ширине уже соответственно, чтобы она сюда вот подходила. Далее мы это всё склеим с помощью супермомента и будем закреплять внутри светодиодную ленту. Их будет необходимо склеить вот таким вот образом, чтобы сверху мы уже потом могли поместить наш кулер. Ну а пластиковые крышки нам будет необходимо вырезать внутреннюю часть, оставив примерно миллиметров 5 с края, и также отрезать верхнюю часть, оставив тоже примерно 5 миллиметров. Ну и соответственно стальную сетку из органайзера нам будет необходимо вырезать по диаметру нашего кулера. Чтобы проще вырезать металлическую сетку, необходимо наш кулер обвести на бумаге, вырезать такой вот круг и с помощью скотча его уже приклеить на сетку и соответственно по нему вырезать. Вот получается у нас такой вот, мы его закрепим с задней стороны кулера. И теперь нам также необходимо будет обрезать пластиковую крышку. Вот таким вот образом я вырезал крышку и теперь мы можем вставить в неё сетку. Далее я её приклею на эпоксидную смолу и окрашу всё это в чёрный цвет. Ну а после окрашивания приклею к задней стенке кулера, чтобы у нас получилась такая вот конструкция. Склеил я также небольшое перекрестие, которое у нас будет закреплено вот таким вот образом. И перед тем, как заклеивать все остальные части, внутри нам необходимо провести светодиодную ленту. Я буду отрезать стандартно по 3 светодиода в каждой части. То есть вот так вот мы их закрепим, спаяем и провода выведем вот здесь вот сбоку. Чтобы потом их соединить с проводами кулера и вывести уже на батарейку. Сейчас пока будем спаивать светодиодную ленту, а также склеивать и окрашивать нашу крышку. Такая вот в итоге у нас получилась конструкция. Я соединил все провода, все с минуса и с плюса. И оно у нас будет вот так вот светиться. Далее мы это все приклеим вот сюда вот в пластик и уже сбоку выводим два основных провода. Я все приклеиваю на супермомент и теперь уже можно собрать нашу конструкцию. То есть одеваем верхние панельки и с боков приклеим вот такие вот полосочки. Все вот это вот мы склеим, зачистим и потом окрасим в черный цвет. Ну и от круглой ручки нам будет необходимо отрезать 4 вот таких вот одинаковых бочонок. Мы их будем приклеивать на кулер вот таким вот образом, чтобы он у нас как раз упирался в нашу подставочку. Ну вот собственно я все окрасил и вот что у нас получилось в промежуточном этапе. Окрасил крышку с сеткой, сбоку кулеру приклеил небольшую пластину и также приклеил обрезки от ручки. Ну и тоже соответственно их покрасил в черный цвет. На вот эту вот панельку мы приклеиваем блок для 9-ти вольтовой батарейки, спаиваем вместе провода от блока и от кулера. И здесь вот через маленькие отверстия выводим их на светодиоды. Вот так вот оно примерно все будет выглядеть. Ну и на эти отверстия я помещу небольшие шипы. Все это я буду склеивать с помощью эпоксидной смолы. Что ж давайте склеим это, спаяем и посмотрим что же у нас получилось. Все собирается элементарно просто. Мы соединяем вместе провод от батарейки и от кулера и выводим их уже на светодиоды. В итоге получается такая штука, то есть у нас светятся светодиоды и работает кулер. Теперь это необходимо все таким вот образом приклеить и также покрыть все это лаком. Ну вот собственно я собрал такую вот конструкцию. Здесь я еще добавил USB провод, потому что мощности батарейки оказалось слишком мало, чтобы задействовать светодиоды и мощный кулер. И поэтому у нас батарейка пойдет чисто на светодиоды. А сам кулер уже непосредственно пойдет на USB. Вот так вот оно у нас все функционирует. Отсюда идет мощный поток холодного воздуха. И также я это все наверное окрашу под апокалиптис, ну потому что так оно мне кажется будет выглядеть прикольнее. Вот так вот оно у нас будет выглядеть при слабом освещении. Ну вот в принципе все, финальное окрашивание завершено и у нас получилась такая вот охлаждающая подставочка реактора. Вот так вот это у нас все выглядит. Здесь у нас включаются светодиоды, а через USB у нас включается кулер. Некоторые наверное скажут, что если туда попадет капелька воды, то это все замкнет и вообще придет конец всей этой охлаждающей системе. Но это вряд ли произойдет, потому что светодиодная лента у нас влагозащищенная и все контакты покрыты горячим клеем. Ну конечно если сюда вылез стакан воды, она естественно не будет работать, но небольшое попадание воды на ней никак не скажется. Вот так вот выглядит наш охлаждающий реактор. И вот так вот это у вас все будет выглядеть в темноте. Если вам понравилось это видео, подписывайтесь на канал, ставьте большие пальцы вверх, а также делитесь этим видео с друзьями. Ну и также подписывайтесь на мой лайв-канал, там тоже выходит много чего интересного. А с вами был Серега Отвертка, всем пока!